ребятки всем привет всех вас целую люблю до луны и обратно как вы помните у меня был баттл с каналом ваша юляша и мою недельное взвешивание и что я вам сейчас покажу что он какой у меня вес ушел за неделю юляша не знаю сегодня будет взвешиваться нет она там уходишки зажигает так с подсветкой сейчас включу так 0 становимся 141 500 изначально было 144 500 получается 3 килограмма ровно за неделю но это в первую неделю всегда так хорошо уходит вес поэтому там отеки и все прочее ну в общем неплохой результат хороший тачка наш трофей принес поймал как там этих мы эту статью читали короче когда код что код думает когда он приносит живность всякую домой что типа мы немощные не можем себя прокормить что-то типа такого было написано в этой статье и он как бы над нами доминирует что типа вот я принес вам смотрите я ваш кормилец да да и вот он все птичек чон только не ловит все нам приносит все победы свои посвящает нам но это мы так раньше думали а теперь мы оказывается немощные существа которых кормит наш котейка ну типа вы уж не ловите мышей не ловите значит во всем я преуспеваю ой мучитель вот это он сейчас ее замучен ой чудила ты не котейка у нас никогда он только вот на улицу просится это идет к эдику ночью встает там в 4 в 3 утра никому не больше не подходит только к эдику начинает орать мечать мявчить мол выпусти меня хоть во сколько бы это не было но никогда не сходит только на горшок только на песок на улице ну на зиму мы ему заносим горшок а пока тепло вот он только на улице ну и то даже если зимой наверное этот и он бы и зимой просился бы глупыш ты тайсон глупыш игрушка ты ну все все отходите а то он сейчас нервничать уже начал думаем думать что мы сейчас одни отнимем у него хороший котейка мы им довольны я его прям скропотки навезла прям как ребеночка как я с ним намучилась здесь детей так не возила как его он пить хотел была жара невыносимая везла его в сумке он там бедный весь взмок вспотел сколько раз хотел выбежать выпрыгнуть сумки ну в общем довезла смотрим как подкидывать так что кот доминирует над нами так ребятки смотрите что происходит в общем опять мы выезжаем с этой кухни вот осталось только печка вот вытаскиваем с ящиков все общем переносим вот туда за окном пока в коридор потому что вот сюда уже завели сегодня воду эдик поздоровайся эти снимала не сюда завели воду и наверное на днях я так думаю будет заливаться здесь уже полы как завтра обещает нам сантехник что проведет уже начнет проводить теплые полы теплый пол пока два контура в кухне пока два контура в кухне но он так объясняет как настроенную любитель у нас строительные каналы посмотреть а то мои девочки прям понимают два контура там контуру это два круга две улитки раз улитка ну в общем факт в том что да теплые полы начнут зальем и пока как-то надо печку нам я не знаю чем мы придумаем какой-то шланг на завтра да потому что здесь завтра будут работы и в общем дочка вон освобождает шкафы крупы мрупы в частично кухню перенесли сейчас я вам покажу через так частично кухню перенесли вот сюда вот кое-что занесли тоже так все пока сыра непонятно в общем в общем не знаю что будет дальше как это все будет выглядеть но переносим что-то делаем в общем как говорится движение это жизнь вот мы двигаемся оттуда вот туда отсюда во сюда боже мой только что вот недавно дали на вот эти все крупы все это вытаскивали складывали теперь опять по новой эдик трубы укипляет вроде бы мелочь но вот это все по технологиям вот так и надо делать можно было но все равно в бетон вроде вот как по мне все равно в бетон залил и все а видите чтоб тех лишней теплоотдачи не было но все потери теплоотдачи оно все вот нужно все по инструкции вот сюда пока вынесли эти два стола алина давай сейчас начнем вот эти все крупы все туда закладывать обратно и остается вот эта печка завтра я тоже рядом с этим столом пока поставим вечер уже темно мы пока работаем еще как бы рано и спать рано и само время поработать в общем звонит мне сегодня днем одна женщина жалею что потратила на нее столько времени звонит и говорит мне может быть она даже будет это смотреть меня нагреть я ваша подписчица я вас давно смотрю и я так хотела бы вам помочь и вот спрашивается я что просила какой-то помощи у нее или еще что-то и вот такой вот лохотрон начинает мне предлагать вот помните как раньше были пирамиды пирамида ммм ты заплати столько приведи столько человек получишь столько и говорит мне в таком плане это говорит вступление в эту но это конечно не возле не выражается что это пирамида вступление в нее стоит 150 долларов но я вам так хочу помочь я говорит хочу оплатить горит эти 150 долларов за вас и вы говорит вступаете в этот стол в общем там своими словами умными да и будете с этого получать но вы же живете в деревне вот тогда она говорит что она меня смотрит и говорит там же у вас работы нету там у вас люди безработные и вам горит надо привести сейчас две секунды поправлю вас и вам горит надо привести еще говорит там 237 человек ну таких же олени допустим как как она меня считала да и они вложат уже по 150 долларов и вы на этом сможете зарабатывать вообще бухгалтер бухгалтер в нефтяной компании не понял бухгалтер в нефтяной компании ему но они сейчас сидят они не работают то есть сейчас бы как бы нефтяная компания наверно не работает да а я не сейчас сидят они нефть идет да но она бухгалтер не сейчас не сидит и в общем это такой лохотрон это такой развод и в общем у вас же там нету но вы говорит вас есть такие знакомые вашей деревне кого кого мы можете вот предложить но у них должна быть налить но они то есть сразу должны оплатить 150 долларов я так даже просто себе представила хотя мне хотелось просто ржать уже но это как человека не хотела ее обидеть дума может правда она вот в это верит может она тоже в этой секте участвует и я говорю ну вы знаете вы говорю наверно мне лучше ну как бы со разговор остановить вы меня на раскинки да это все на ватсап я ознакомлюсь хотя с чем там ознакомливаться и вот как она до представляет эту картину она замена мне хочет помочь она платит за меня 150 долларов чтобы я вступила вот в этом аферу да если ты мне хочешь помочь я говорю ну я правда я не сказала это я уже потом вот я думаю что на меня будет смотреть если ты мне хочешь помочь хотя я не прошу никакой помощи если может кто-то думает что я показываю какие-то вот такие этапы наши тяжелые что я какой-то помощи прошу ну какая помощь у нас все есть у нас есть крыша над головой у нас есть что есть что пить да это такие вот моменты но кто прошел это и в жил стройке они конечно поймут но это не означает что я на youtube вышла и и что-то просить какой-то помощи нет она это как-то потро растрактовала по-своему если уж ты мне хочешь помочь с этими 150 долларами которыми ты за меня заплатишь ну тогда просто скинь мне их на карту позову напиши мне на ватсап и скажи я хочу вам помочь 150 долларами и я вот представила эту картину да я паулу должна значит найти ну паулу там или где-то до должна найти даже просто паулу она может думать что я с деревни там какая-то куку вообще то есть я должна пойти таких же найти ну даже вот возьмем нашу было да кто уже меня смотрит ее знает искать было короче давай так 150 долларов вступишь там куда-то туда-то туда-то и ноги еще таких же как ты лохов да и потом ты только начнешь получать какую-то прибыль ну как неужели вот люди в наше время ну раз есть как говорится есть спрос значит есть и предложение получается что таких вот их значит есть есть такие люди и значит можно найти раз вот есть такие которые уже и которые могут предложить ну короче я не знаю сегодня ходила в таком вот шоке думала смеялась и вот это я хорошо да я поняла в чем дело а кому-то ж она вот еще напишет или позвонит и кто-то клюнет на эту аферу но это получается ты заплати приведи троих и потом получишь что-то а приведешь пятерых еще что-то получишь не знаю как на это люди пишутся ты пкнул он такой развод ну да разу я хочу вам помочь я вас что просила помощи нет конечно я ни у кого ничего не просила но если уж ты мне хочешь кем-то помочь я горит за вас заплачу зачем почему хочешь помочь скинь мне свои 150 долларов зачем и вкладывать в какую-то пустую фигню я за еще 50 до неизвестность да какая не дать другу понятно если ты мне если я сейчас имею с лишних 150 долларов да я чё не знаю куда идти у меня я еще 50 долларов добавлю при стиральную машину но уж точно какую-то пирамиду то есть я в облаках не летаю я люблю реальность вот вот есть деньги вот пошел купил покупку получил все или вот как мы торговали цементом да есть деньги вложил продал получил вот это реальные вещи но вот это то что она предлагает это какая-то но это на лоха может она горит я ваша подписчица может она мне вам нереально увидела что я такая вот деревенская кубанская буренка ну и не знаю что вы думаете по этому поводу вы бы на такое клюнули если вам такое предложили или вы такие вот вещи сразу вот просто рубите на корню я такие вещи сразу понимаю я вообще у всех этих не то что гоферах я даже лотереи я знаю что это мы вот был один раз по моему в том году да когда миллион миллиард разыгрывался миллиарда по моему был полмиллиона чего полмиллион ну чё-то такое короче какая-то сумма и мы тогда взяли всем по одной лотереи ну и конечно там какие-то пару лотереи выиграли по 70 рублей я еще думаю лучше бы тапки купили кому-нибудь из нашей семьи так что я на такие вещи не не ведусь не летаю в облаках не верю что мы выиграем лотерею сидеть там образно тратить эти деньги не выигрышные думать что ты выиграешь так что вот так так что женщина это женщина если вы меня сейчас посмотрите ко мне с такими предложениями больше не обращайтесь никогда вот так вот ладно ребятки все мы работаем уже вечер не знаю еще пару часиков сейчас то что мы переставили я кое-что помою приберу потому что пылища просто на всем просто посуду сейчас перемою опять сегодня тоже штрабили пылили сейчас все перемою понакрываю полотенцами ну как-то так как-то перекерпим переживем скоро все будет варевыл ладно мои хорошие всем пока пока всех вас целую люблю до луны и обратно